Армения самая первая и древняя в мире, неустанно отвердит большинство армян. Согласиться здесь можно, пожалуй, в одном. Первое в искусстве исторических фальсификаций. Здесь им действительно нет равных. Фальшивые карты, подделанные документы, выдуманные истории. Таким образом, в Ереване пытаются доказать свою так называемую древность. И в этой связи принять тот факт, что Ереванское ханство, на территории которого ныне располагается даже столица Армении, это историческая территория Азербайджана, в Армении, естественно, не могут. Потому что эта истина полностью разрушает их излюбленный миф о Великой Армении от моря до моря. Картография появилась как наука, это скорее всего, как серьезная наука, это 17-18 века. Вот тогда уже на первых картах, допустим, карта Зойтера, Матиос Зойтера, это немецкий картограф, 1700, дай бог мне память, 40-е и 50-е годы, то есть 18 век, на ней четко Азербайджан показан на территории Южного Кавказа и Эревань в составе Азербайджана. Далее мы знаем британский картограф, одни из сильнейших. Карты конца 18-го, начала 19-го века, на ней опять-таки Азербайджан на Кавказе, в нем Эревань. Далее американские первые карты, значит, одни из первых карт американского географического общества и других обществ, которые занимались этим, на них опять-таки Азербайджан на Кавказе и Еревань в его составе. Не принимает армянская сторона и доводы своих же источников. Из трудов армянских ученых, историков, которые описывают реалии прошлых лет, они черпают лишь то, что в интересах так называемой Великой Армении. Есть целый ряд якобы древних источников армянских, на которых создана нынешняя история Древней Армении. Одним из краеугольных источников является Моисей Харенский, написана им география, потом книга подмутил Хайоц. Так вот, в своих книгах, в своих трудах, хотя сейчас достоверно доказано, что это никакой не V века источник, что это написано в XVII веке армянскими монахами при помощи католической церкви и подкинуто в науку, но все равно. Так вот, в этой книге якобы V века Моисей Харенский отмечает, что город Еревань, построенный мусульманами в Азербайджане. То есть даже их отец древней истории, он фиксирует, что город Еревань в Азербайджане построен нами. Историк Резван Гусейнов однозначно отмечает, никаких древних карт в периоды, на которые ссылается армянская сторона, не было. Если же в Армении отказываются верить очеркам, заметкам зарубежных путешественников, философов или же поэтов, то сомневаться, к примеру, в следующем факте уж точно не приходится. Бурнашов, российский полковник, который в конце XVIII века при грузинском царе Ираклии как бы возглавлял российскую миссию, но фактически он был шпионом, фактически он был главой секретной миссии, целью которой являлась изучить азербайджанские ханства и доложить высокому начальству, императору, императрице о том, как можно завоевать Азербайджан. Его работа, описание азербайджанских провинций в Персии, здесь четко показано азербайджанские ханства, иванское ханство азербайджанское, генджинское ханство, карабахское ханство и так далее. Военный разведчик, подчеркивает историк, не имеет права лгать. Относительно исторической территории Азербайджана, куда в том числе входили земли современной Армении, приведены сотни древних, средневековых и более поздних источников. В них четко прослеживается хронология событий. Затяжная борьба на Кавказе, присоединение Северного Азербайджана к России, массовое заселение этой территории армянами и поэтапное изгнание азербайджанцев. Результатом изменения демографической ситуации стало уничтожение армянской стороной средневекового азербайджанского наследия. Акты вандализма продолжились и во времена советской Армении, и после провозглашения ею независимости. Таким образом были стерты свидетельства азербайджанской истории на этой территории.